История жестких дисков. Жестоких дисков. Накупил я кучу дисков для киношек. Вот у меня есть мой паспорт. Мой паспорт. 4 терабайта. По факту там 3 с копейками. Есть вот Seagate. 5 терабайт. По факту 4,6. И какая фигня. Мой Blaupunkt их не читает. Вообще их не видят. Пишут неисправен. Давайте сформатируем. Давайте фигню всякую сделаем. Ну, в интернете я засмотрелся там преобразование дисков, что он не читает. Давайте сделаем МВР. Да, да, да. Можно все это сделать. Через командную строку заходил там. Ну, как. Кто там программист. Они знают, как командной строкой пользоваться. Я не программист. Залез в эту командную строку. Сделал, да. Преобразовал. Ну, какая фигня получается. Вот видите мой 4 терабайтный. То есть он видит вот мой 3 терабайтный. 2,7 терабайта. И здесь обычный системный. И вот этот вот, который 4 терабайта. То есть в МВР он его поделил напополам. Взял 2 терабайта. Которые он может поделить МВР. Его отделил. И 2,6 загнал в область, которую никак нельзя распознать. То есть она вообще мертвая. Оно ее видит, но она не работает. И запустить ее я не могу. Может быть через какие-то другие программы можно будет ее загнать в МВР. Я не знаю. Еще не пробовал. Это как вариант только с компьютером. Это все можно сделать без командной строки. То есть если вы купили жесткий диск, покупать надо для телевизоров, которые не поддерживают эти диски, 2 терабайтный лучше. Тогда вы не ошибетесь и можете его преобразовать. В любом случае. Если вот 4 и более там терабайт, то уже его будет проблемно. Вот я буду смотреть через компьютер. Вот эта WD-шка. Или там LG, у меня второй телевизор. Тот поддерживает, его берет. Blaupunk не берет. Берете диск, идете в магазин и покупаете под диск телевизора. Ну, если большой. Или вариант с компьютера. Связывайтесь там через Wi-Fi, через всякую фигню там работаете. Может быть, кстати, есть Wi-Fi диски, которые поддерживают телевизоры. Тоже Wi-Fi. И вот его можно преобразовать в МВР только 2 терабайта. Или покупаете 2 терабайтный и сразу без проблем его преобразуют. Преобразовать можно с помощью администрирования. Смотрите. Вот удаляете этот весь том. У вас будет голый Вася. Тут ничего не написано. То есть форматируете диск. Не, не форматируете, а просто удаляете. И правой кнопкой на раздел вот диск, который у вас будет. Берете, нажимаете и тут преобразовать написано. В GPT или в МВР. Вот преобразовать в МВР, берете, преобразовываете. А потом делаете этот том, какой вам надо. То есть здесь вот его форматируете в систему. Он уже будет поддерживать любой телевизор, который у вас там не читает диски эти. Вот такая вот фигня. А этот вообще нельзя ничего с ним сделать в этом МВРе. То есть я пока его испытываю. Потом, может, найду какую-то программку, вам подскажу, как это делается. Для больших дисков 5 терабайтный, который у меня здесь висит. Это круто. Это интересно. 2 терабайта я сейчас пока загоню, буду использовать телевизор. Кстати, телевизор я выбирал специально из-за того, что в нем есть. Вот там вот висит Blaupunkt. Есть видео-аудиовыход на наушники. Но аудиовыход он тоже глючный, интересный. Там у меня колонки стоят, гудят. Короче, если выключенный телевизор. Но это, кстати, и компьютер так. Тут какая-то развязка неправильно сделана. Надо будет подумать над этим. То есть обычно там упрощают всю эту схему. Схема, она импульсно-дешевая. И с помощью этой дешевизны, блин, когда выключается телевизор, колонки гудят, фонят. То есть фон идет. И это фонера, блин. Пока колонки не выключишь, нифига. Не получается. То есть надо... Надо, надо, надо... Что-то придумывать, какую-то схемку развязки этих колонок. Ну, конечно, надо из сети вырубать. Вот если дистанционно вы вырубили телевизор, и у вас подключены колонки, то они будут гудеть, гудеть, фонить. Всем привет.